Ну, я думаю, конечно, с религией это связано. Есть такая легенда, что именно потому, когда у России был выбор, какую религию выбирать, остановились на Византии, именно потому, что она позволяла употребление алкогольных напитков. Ну, это такой исторический анекдот. На самом деле, конечно, вполне могла Россия пойти по другому пути, но мы сейчас не будем этого касаться. Конечно, зависимость между употреблением алкоголя и религией. И под религией я понимаю не только в таком коротком значении этого слова, но и под религией я понимаю как модель определенных нравственных моральных устоев, образа жизни, который сложился под влиянием тех или иных религиозных процессов, которые доминировали над страной в определенный период времени или продолжают доминировать. И, конечно, это оказывает влияние уклад жизни на быт, на, соответственно, потребление товаров и прочее, и прочее, и прочее. Ну, то есть, условно говоря, вряд ли купальники бикини будут пользоваться популярностью в мусульманских странах, и, соответственно, Буркини вряд ли будет пользоваться широким спросом в странах с христианской цивилизацией. Поэтому это как бы вполне нормально, и это коррелируется. С другой стороны, там не стоит из этого делать сразу какие-то такие далеко идущие выводы, что вот было бы, если бы, вот, поверьте, у христианства есть множество других скрытых достоинств, которые, ну, скажем так, помогали и помогают, я надеюсь, нашей цивилизации состояться и выжить. Вот, но пример алкоголя это вот подчеркивает, что да, здесь ее влияние скорее отрицательное.